Друзья мои, всем огромный привет! Меня зовут Вика и я очень рада видеть вас у себя на канале. В сегодняшнем ролике я хотела бы показать вам и рассказать вам о своих фаворитах осени. Видимо, зима пришла, и у меня вот такое вот желание появилось. Поэтому, если вам интересно посмотреть на продукты косметические, которыми я чаще других пользовалась этой осенью, то оставайтесь со мной. Сразу хочу сказать, что продуктов у меня довольно много, поэтому подробно на каждом я останавливаться не буду, но какие-то такие короткие отзывы и характеристики все же каждому из них дам. Итак, начать я хочу с тональных средств, и у меня этой осенью было несколько тональных средств, которые я использовала. Первый тон это тон от Fenty Beauty. Это увлажняющий, устойчивый тон. Это тональная основа, которую я использую чаще обычного, если мне нужно очень плотное покрытие. Не всем эта тональная основа нравится, но вот так получилось, что мы с ней нашли друг друга. Полностью во всем она меня устраивает. Мне нравится то, что она моментально просто перекрывает на вашем лице все ваши несовершенства. То есть, если вам нужно быстро и срочно отштукатурить лицо, вот эта тональная основа вам может в этом помочь. Чаще всего я ее использую при съемке видео, либо же, если мне нужен устойчивый тон на вечер. Потому что, несмотря на то, что покрытие красивое, и зрительно кожа выглядит очень такой ровной, красивой, холеной, но при ближайшем рассмотрении, особенно днем, этот тон может быть заметен на лице. Поэтому я его предпочитаю для вечерних макияжей и фото и видео макияжей, так как это устойчивая формула, она спокойно выдерживает весь свет вот этих вот ламп, которые порой очень сильно нагреваются. Следующая тональная основа это основа от Chic, называется она Perfect Liquid Foundation. Это тоже довольно плотный тон, и он тоже неплохо выглядит на лице именно в вечернее время. Мне нравится его использовать для вечерних каких-то макияжей, он тоже неплохо все маскирует, но единственное, он не такой устойчивый. Но при этом его можно, в принципе, носить и днем, так как он менее заметен, чем Fenty Beauty. Тоже отлично перекрывает все какие-то несовершенства, делает кожу красивой и гладкой внешне, и, знаете, довольно быстро с ней можно работать. Далее идет тональное средство, которое я использовала этой осенью как свой настольный тональный крем. Это крем для ежедневных макияжей, для моих дневных макияжей, и, пожалуй, на данный момент это мой любимый тональный крем. И я сейчас говорю о Dior Forever Skin Glow. Да, мне именно подошла больше версия Skin Glow. Меня в этом тональном средстве устраивает все. от покрытия, от финиша, от плотности покрытия, от то, как маскирует какие-то несовершенства, как не подчеркивает недостатки. Да, у него не слишком плотное покрытие, но оно безумно красивое. Мне очень нравится, как моя кожа выглядит с этим тональным кремом. И я повторюсь, я его использовала на ежедневной основе. На данный момент это мой любимый тональник, так скажу. У меня оттенок 2N. Сейчас он у меня стал немного темноват, но, наверное, мне придется купить себе просто на оттенок посветлее, потому что, ну, идеальный для меня на данный момент тон. Ну и последнее тональное средство, которое я, наверное, использовала эту осенью, правда, это было вот последнее время, с момента его покупки, это тональный крем от Flormar, HT Invisible Cover Foundation. Во-первых, он немного светлее, чем все предыдущие. Я повторюсь, кожа у меня становится все светлее и светлее. Это первый момент. Второй момент. В связи с тем, что все-таки зима, солнце не такое активное, все мои веснушки ушли в спячку, то есть они тоже не стали такими активными, поэтому перестали меня очень сильно раздражать. И я могу позволить себе крайне такое легкое натуральное покрытие. И этот тон мне его обеспечивает. Покрытие легкое, покрытие невесомое, незаметное, но не ощущается и абсолютно незаметно на лице, но при этом красиво выравнивается общий тон кожи. Не перекроет вам каких-то явных таких несовершенств, но ваша кожа будет выглядеть более отдохнувшей, более свежей, более сияющей. Если у меня полностью отсутствует макияж глаз, но при этом мне хочется все-таки выглядеть более свежей, я всегда наношу вот эту тональную основу, и она превосходно справляется со своими функциями, поэтому тоже в последнее время ею пользуюсь. Следующий по списку это консилеры. Их у меня два, не только этой осенью, но на самом деле у меня их всегда только два. Раньше был один, в этом году появился второй. И как раз вот с этого второго я начну. Я о нем уже говорила, делала отдельное видео со своими этими масс-маркет находками. Я сейчас говорю о консилеру от Isadora, называется он Light Up. Это очень легкий консилер, который маскирует все цветовые несовершенства у нас под глазами благодаря своей светоотражающей формуле. То есть он не перекрывает именно за счет пигмента, а за счет того, что в нем светоотражающие частички зрительно скрывают какие-то темные круги, либо синяки под глазами. И я повторюсь, это очень легкое покрытие. Если вы не любите плотных текстур у себя на нежной коже под глазами, обязательно обратите внимание вот на этот продукт. И второй продукт, который это мой must-have, я его всегда повторяю. Это, наверное, единственный консилер, который мне нравится, которым я пользуюсь из года в год. И пока, честно говоря, лучше я ничего для себя не нашла. Это консилер от Maybelline. Называется он Eraser. Все вы прекрасно его знаете. У меня в оттенке 01 Light. Плотное покрытие. Хорошо все перекрывает именно за счет пигмента. Довольно плотная текстура, но при этом не забивается ни в морщинки, ни в складки, никуда не сползает. Идеальный для меня консилер. И им я пользуюсь, наверное, вот на ежедневной основе. Если, к примеру, пользуюсь стандартным тональным кремом, то всегда он. Если я использую легкое тональное покрытие, то тогда вот этот вот от Isadora. Все в них идеально, кроме дурацкой упаковки. Что у одного спонж вот здесь вот грязный, ужасный, что у другого тоже вот такой вот, тоже ужасный вот такой вот спонж. Далее у нас на очереди пудры. Я всегда пользуюсь пудрой. Я всегда закрепляю тон. Какой бы тон у меня ни был, я всегда использую пудру. Я пудру использую для того, чтобы ее просушить. Да, вы скажете, что сейчас уже не модно. Сейчас уже все-все на тон накладывают. Я по старинке, перед тем, как нанести какой-то сухой там румяно-скульптор, мне нужно обязательно просушить лицо, потому что я считаю, какие бы новые формулы не были, сухое всегда лучше наносите на сухое. Здесь у меня два варианта. Компактный вариант. Это пудра от Романова Мейкап. Называется она Sexty Nude Powder. У меня в оттенке Medium. У нее имеется оттенок. При этом, поэтому я ее использую в основном тогда, когда у меня кожа слегка загоревшая. При этом, при всем, у нее очень тонкая, очень приятная шелковистая текстура. Она абсолютно не перекрывает финиш тонального средства, но при этом хорошо, повторюсь, просушивает лицо, делает его более гладким, более таким заблюренным, что ли. В общем, кожа с этой пудрой выглядит шикарно. Это все как финишные пудры, либо закрепляющие. И эту пудру мне довольно просто носить именно с собой где-то, потому что компактная. И для домашнего использования, в общем-то, с теми же характеристиками, я чаще всего использую рассыпчатую прозрачную пудру от L'Ore Mercier. Меня поправили, правильно, L'Ore Mercier. Я запомнила. Тоже отличное средство, хорошо закрепляет тон, при этом не нарушая его финиша, красиво блюрит лицо, красиво просушивает. В общем, делает какие-то магические вещи с кожей. Все замечательно, красиво выглядит как и в кадре, так и в жизни. Вот рассыпчатая баночка, она у меня стоит дома. Так, по сути, в общем-то, продукты одинаковые. Скульптурирующие средства. Здесь я даже вообще не задумывалась. Понятное дело, что чаще всего этой осенью я пользовалась вот такой бронзирующей пудрой от Dior. У меня в оттенке 04, Tan Brown. Я вот прям для себя открыла этот бронзер. Он средней насыщенности, средней пигментации, но просто великолепно и скульптурирует лицо. И румянит его. В общем, универсальное средство, которое добавляет живости рельефу лица. Добавляет небольшой такой оттенок загара. На мой взгляд, идеальный вариант для светлокожих девушек. Либо для девушек, у кого не слишком интенсивный и яркий загар. Ну, просто на слишком загорелых его не будет видно. Мне безумно нравится этот продукт. Я его использую и сейчас. И он абсолютно красиво и никак не инородно выглядит на уже даже светлой коже. Поэтому в качестве скульптора чаще всего я использовала вот эту бронзирующую пудру. Потому что я больше не скулы рисовала, а именно работала по зоне бронзера. И также, конечно же, при съемке видео я всегда обращаюсь к одному и тому же продукту. Вот кто бы мне что ни говорил, когда я начинаю снимать видео, мне нужно, чтобы у меня макияж был сделан очень быстро. Поэтому я использую тон, который быстро наносится и быстро маскирует. И использую скульптор, который очень быстро и качественно рисует мне скулы. Я сейчас говорю о таком продукте. Видите, он у меня уже такой старый, с дырой. Надо будет поменять. Это всем известная тройка от NYX. У меня в оттенке Fair. Для обычной жизни он немного темноват и плотноват, текстура. То есть можно им напятнить, и вот это вот все тушевая тарата не очень. Но для видео прям хоп-хоп-хоп-хоп. И скулы у тебя прям вот как у всех моделей. Соответственно, обожаю, обожаю этот корректор. Именно вот корректор у меня сегмент. Остальное все не очень такое, все в основном бестолковенькое. Но вот скульптор просто идеальный. Поэтому для видео макияжа или, повторюсь, для каких-то вечерних мероприятий чаще всего я, конечно, использую вот этот вот. Следующий продукт это румяна. Румяна это вообще страсть, любовь. И я, честно говоря, вот выбрала две штуки, те, которые у меня лежат на туалетном столике. Я каждый день чаще всего использую. И остальные румяна пошла, поискала у себя по сумкам. Потому что у меня есть румяхи, которые со мной просто путешествуют. И подходят ко всему и всегда. И, в общем, сейчас я вам о них расскажу. Четыре продукта выбрала. Начнем, пожалуй, с старичков. Не уверена, что они сейчас вообще имеются в продаже. Первый румяна мои любимые от Мак. Минеральный румяна. Вообще обожаю минеральный румяна Мак. Уже неоднократно вам говорила. И у меня в оттенке Pet Me. Это очень такой правильный розовый оттенок. Но при этом он теплый. То есть не совсем такой холодный, морозный, розовый. Он теплый. Поэтому он очень неплохо подходит именно для слегка смуглой кожи, для загорелой кожи. В общем, на позднее лето, там на осень, до наступления морозов. Пока кожа вот моя лично не становится совсем-совсем светлой. Безумно нравится. И текстура нравится. И то, как наносится. И вот как наслаиваются. Изначально полупрозрачные. Но красивый-красивый румянец дают. Обожаю эти румяны, этот оттенок. Повторюсь, называется Pet Me. Следующий продукт. Вообще старичок. Он уже весь затерся. Но не менее любимый. Это румяна от Inglot номер 28. Они уже более с розовинкой. То есть если предыдущий немножечко в персих уходил. Они чуть более такие холодные. Все поближе обязательно покажу. И у них такое красивое сатиновое сияние есть. Тоже универсальные румяшки. Если я делаю какие-то холодные макияжи. Чаще всего я использую именно вот этот вот оттенок. И следующие два продукта. Это мои открытия этой осени. Я на самом деле использую их практически каждый день. Чередую. Первое это румяна от Dior. Это их какая-то там недавняя коллекция. В оттенке 608. Вот такие вот на первый взгляд кажется, что это прям либо скульптор, либо бронзер. А на самом деле это просто темно-бежевый румяна, который подходит абсолютно всем. И на осень это самый мой любимый оттенок румян был. Поверьте, правда, я не вру. Это номер 608 Ambre. Они, по-моему, еще есть в продаже. Очень удачный оттенок оказался. Хотя вот так вот на первый взгляд, честно говоря, можно было бы и пройти стороной. Но если есть возможность, потестируйте. На мой взгляд, он очень-очень универсальный. И еще одни румяна. Тоже о них рассказывала. Это румяшки от Luxe Visage Silk Dream. Я себе брала два оттенка 02 и 04. И вот сейчас могу сделать вывод, что мой самый любимый все-таки 04 оттенок. Бежевый-розовый. Наимягчайшие текстуры. Мелкодисперсные, шелковистые. Прям вот одно удовольствие пользоваться. Очень красивый цвет. На мой взгляд, опять-таки, универсальный. Бежево-розовый. Это 04. Из бюджетных, пожалуй, румян, которые у меня есть, это мои самые любимые. Когда-то, сто лет назад, у меня был очень любимый оттенок румян от Artvisage. Его потом сняли с производства. Вот после этого момента, наверное, так я ни к каким бюджетным румяшкам особо не прикипала. И вот моя новая любовь. Ну и завершим с лицом. Расскажу о хайлайтере. Хайлайтер forever and ever, как говорится, один раз и навсегда. Это Dior Backstage, палетка в номере 01 Universal. Обожаю. Говорят, их сейчас снимают с производства, поэтому, видимо, надо будет где-то что-то поискать. Остатки, потому что я не переживу, очень я люблю. Рука тянется всегда к нему, и на мне он выглядит очень красиво, не слишком блестяще, не слишком сияюще, деликатно. Обожаю прям вот моя фан лав. Началось самое интересное. Это глаза, это палетки теней. Сводчи делать не буду, уже когда-то что-то я это делал. Ну или сделаю где-то так мимоходом, просто покажу, что я чаще всего, что я чаще всего использовала этой осенью. Сразу хочу сказать, если вы любители ярких оттенков, блесток и прочее, то здесь вы этого не найдете. Я в обычной жизни ярко абсолютно не крашусь. Для меня цветовая гамма это натурально скучная бабушкина, такая коричнево-персиково-розово-коричнево и немножечко серого. То есть я унылый человек в плане макияжа, и ни капельки не расстраивает. Поэтому все мои палетки любимые, часто использованы примерно из одной цветовой гаммы. Итак, первая палетка, это палетка от Viseart, это палетка Neutral Matte 01. К сожалению, к своему, все мы не молодеем и все стареем. И для того, чтобы сделать макияж глаз, мне необходимо провести коррекцию моих глаз. Потому что века уже стала нависать, где-то один глаз опускается. Соответственно, просто нанести блестяшку и проработать межресничку я себе позволить не могу. Это меня уже не украшает. Мне нужно простраивать форму, затемнять, углублять, следовательно, тени, полутени. Вот эта вот работа вся должна производиться с моими глазами. И на этот случай для меня эта палетка идеальна. Потому что здесь полностью есть и теплые, и холодные, и коричневые, и разные насыщенности, и разные плотности. И с этой палеткой я чаще всего простраиваю форму глаза, форму макияжа. Многим не нравится, потому что считают, что суховаты. Я этими тенями довольна на 100%, обожаю их. И чаще, конечно, использую вот в своих дневных макияжах именно ее. Следующая палетка примерно из этой же оперы, в этой же цветовой гамме, но уже не матовая текстура, а более сатиновая. И я тоже не перестаю ей восхищаться, потому что меня устраивает в ней абсолютно все. Я сейчас говорю про палетку от Романова Makeup. Называется она Spices and Kakao. Я о ней тоже как-то давно делала обзор. Это красивая палетка в натуральной цветовой гамме. Опять-таки присутствуют и теплые оттенки, и холодные. И также присутствуют две просто потрясающие красоты-блестяшки. Это серебро и золото. Вы посмотрите, какая вообще прелесть, просто прелесть. Для добавления какой-то изюминки в макияж просто потрясающий. Кстати, вот этот вот серебряный оттенок безумно похож на серебряный из новой палетки Dior. Вот эта коллекция что-то там с ателье связана. Вчера тестировала, прям они братья практически. Палетки те, которые я чаще всего беру с собой. К сожалению, здесь не все, но я расскажу вам обо всех. Значит, первая палеточка это палетка Clinique. Тоже довольно часто ее использовала. Это оттенок Skinny Deep номер 14. Легко сделать макияж, легко взять с собой. В общем, идеальная такая натуральная дневная палетка. Следующая, конечно же, моя любовь. Вот, да, люблю ее. Это палетка Soft Cashmere, конечно же, от Dior. Пятерка. Отличные талповые оттенки. Она уже более прохладненькая такая идет. Но просто наикрасивейшая. Мягкие сатины, плотные матовые, с таким немножко шелковистым финишем. Мне нравятся безумно. Из всех вот палеток, которых я сейчас использую, Dior, вот эта вот для меня, наверное, самая такая часто используемая. Поэтому вот на каждый день тоже отличный вариант. Если мы говорим о холодных оттенках, конечно же, эта палетка от N Beauty называется она For Him. Это 02. Приятные матовые текстуры, приятные сатины. Вот этот вот, который блестящий оттенок, он вообще просто восхитительный. Мне нравится, какой эффект мокрого века он делает в макияже. Даже вечером это смотрится просто шикарно. Поэтому ее тоже люблю и довольно часто использовала для вечерних макияжей именно этой осенью. Что же касается еще одной палетки, которую я тоже очень часто использую. Она, к сожалению, у меня лежит на даче. И там я ее использую. Это палетка Mini Glam от Наташи Денона. Именно малышка. Классные. Просто мне безумно нравятся. И там и матовые, и сияшки. Моя любовь. Поэтому она живет там. Потому что там к нам тоже приезжают гости. И там мне тоже хочется быть красивым. Для того, чтобы с собой постоянно что-то не таскать. Она у меня там лежит. Находится. Что же касается сияшек, которые я добавляю, но не так часто добавляю в свои макияжи. Это, конечно же, вот такие фольгированные тени от PZ. Оттенок номер 30. Также, вот так вот сейчас подумала. Чаще всего, конечно, из сияшек я прибегала к большой палетке Glam от Наташи Денона. Собой ее не принесла, но куда-нибудь вставлю сюда. Да, наверное, если уж хотелось каких-то украшательств, туда всегда лезла. Ну и если мне хотелось прям блеска искр и звезд в глазах, то это, конечно же, вот такая вот однушка от Бобби Браун под названием Мунстоун. Друзья, извините, пожалуйста, вырываюсь я сюда к вам из другого видео, но я забыла вам еще показать своих любимчиков из категории теней. Я не знаю, как такое произошло, поэтому вот видите, вспомнила и решила дополнить. Я забыла упомянуть о продуктах марки Люкс Визаж. Это кремовые устойчивые матовые тени. Мэтт Тинт от Люкс Визаж. Для меня это открытие этого года, и я использую данный продукт в любом макияже. Они отлично выравнивают цвет века, они отлично служат базой для каких-то рассыпчатых, либо компактных, в общем, пудровых текстур. Продлевают жизнь макияжу и за счет своих вот таких вот нюдовых оттенков раскрывают сухие текстуры полностью, то есть со всех положительных сторон. Всем обязательно рекомендую, в зависимости от оттенков макияжа и теней, которые вы будете использовать там впоследствии, выбирайте оттенок сами. Я же люблю самые светлые, это 101, 102, 103, в зависимости от насыщенности макияжа. Идеальный продукт, просто идеальный, поэтому тоже вот всем-всем могу порекомендовать. Продолжаем с глазами, карандаши подводки, здесь я даже долго не выбирала, здесь мои прям вот два мастхэва из карандашей. Обожаю карандаши от Shiseido, это микролайнер, вот этот вот прям тончайший карандашик, безумно красивый, безумно жирный, отличный просто для межреснички. У меня в оттенке номер два, классный продукт, единственное, его очень мало, он обратно не задвигается, и если вы можете позволить себе довольно часто отдавать там по тысяче с небольшим за карандаш, то обязательно присмотритесь, вообще шикарнейший просто продукт и находка. Единственный минус, это его цена и довольно большой расход, в остальном просто я обожаю его. И еще один карандаш, который опять-таки я тоже использую чаще всего для межреснички, потому что он жирненький и такой довольно насыщенный, мне тут безумно нравится его цвет. Это Chanel 945, такой горький-горький-горький шоколад, то есть это коричневый на грани с черным, но при этом это не черный. Красивый для брюнеток, для межреснички, это waterproof, поэтому тоже мой must-have, вот этими двумя карандашами я чаще всего пользовалась. Для стрелок я чаще использую, если осадков не ожидается, эту сухую подводку от Paris Berlin, это столетняя моя подводка, такая, брызжу на нее водичкой, рисую замечательные стрелки. И если мне нужна более устойчивая формула, это, конечно же, неизменная гелевая подводка от Maybelline в оттенке black, но у меня есть еще и коричневая, и еще black chrome. На мой взгляд, идеальнейший вариант гелевых подводок и стоит относительно всех остальных, они абсолютно недорого. Брови это тоже глаза, здесь у меня однозначный мой фаворит на данный момент, помадка от Milani, у меня она в двух оттенках, номер 08 и 05. Одна потемнее, другая посветлее, и мне нравится, как они работают в паре, потому что одной я прорисовываю тень на брови, а другой прорисовываю волоски. Очень классный устойчивый продукт с правильными цветами, тоже всем-всем могу порекомендовать. Далее идут у нас ресницы, туши. Туши у меня этой осенью не потому что они любимые, прям вот фавориты обожаю, жить не могу, потому что просто нужно их добить. Первая тушь от Clorans 4D, кстати, не очень она мне понравилась, даже вот я ее пыталась раскрасть, не раскрасть, она очень сильно отпечатывается у меня на коже, на глазах, и также как-то не очень красиво склеивает ресницы. И вторая тушь уже более такая, наверное, более прилично ведет себя. Это от Lamelle от Nataline на каждый день, такая вот тоже ежедневная тушь. Я вот их чередую, использую, ну вот. Все, ребят, заканчиваем, остались у нас помады. Карандаши, как-то, знаете, я не могу сказать, что я очень часто использую карандаши для губ, поэтому я их не стала включать в это видео. Остались у меня помады. Помад, кстати, было не так много, и мне их пришлось как раз-таки рыскать по сумкам. Давайте начнем с двух помад от Divash. Я как-то говорила о них, или не помню, или не говорила, нет, по-моему, говорила, но неважно. Это линейка про Lene, кремовые помады, и этой осенью мои прям вообще фавориты, два оттенка 07 и 08. 08 такой вот нюдово какой-то тепленький цвет, и 07 более насыщенный такой ягодный. Хотя на губах они выглядят все очень кремово, полупрозрачно, и просто-просто замечательно, как конфетки, мармеладки, карамельки. Вот, всем могу порекомендовать хорошую помаду, обязательно обратите внимание. Далее идут две помады от MAC. Как без MAC? MAC вообще мой must have. Первую помаду, которую чаще, наверное, использовала, это новинка Business Casual, Lasted Glass. Красивый такой оттеночек, они все, в принципе, из одной оперы. И вторая помада называется Cream in your coffee, это текстура крем-шин. Она более уже такая попрохладнее, тоже обожаю ее. Вот они у меня лежат в моей сумке. Следующая, это вообще за 150 или 130 рублей, какие-то копейки она стоила. Это помада Luxe Visage, помада с сиянием, помада с перламутром. Хочу выделить именно оттенок 56, потому что он, на мой взгляд, самый такой какой-то вот носибельный. Необычно выглядит на губах, вроде как бы мы привыкли все либо к кремовым текстурам, либо каким-то матовым, сатиновым. А здесь такой легкий перламутр из прошлого. Но при этом это что-то новенькое в макияже, и мне безумно нравится, поэтому вот тоже ею пользуюсь. Что касается комфорта, помады очень комфортные, и наносятся они хорошо, и довольно стойкие, и не растекаются. Белую полоску не образуют, то есть для любителей перламутра обратите очень богатая цветовая линейка. Ну и последняя помада, которую я чаще, наверное, всех остальных использовала этой осенью, мне она нравится за счет не только своего цвета, то есть она красиво освежает, очень симпатичный оттенок, но и за своей текстурой. В связи с тем, что мы все-таки носим маски, бла-бла-бла вот это все, и так или иначе, кремовые какие-то жирные помады, они могут растекаться, некрасиво портить макияж, то вот эта вот помада, это помада Givenchy номер 105 Brune Vintage. Красивого такого, она вообще на самом деле розовато-темно-розовый, такой насыщенный цвет, матовый у нее финиш, и поэтому ее можно нанести плотно, добиться оттенка, как вот в тубе. Можно нанести такими легкими движениями, и у вас получится эффект засылованных губ. При этом, при всем губы у вас будут красивого, насыщенного оттенка, и абсолютно будут отсутствовать какие-то отпечатки, где бы то ни было, в том числе на маске. Поэтому эту помаду я использовала, конечно же, чаще, чем все остальные, потому что она не оставляет следов нигде и никогда. Вот. Спасибо большое, что выдержали мой речитатив, спасибо, что посмотрели это видео, на этом оно завершено. Спасибо огромное за ваши оценки, за ваши комментарии, за вашу поддержку и подписку на мой канал. Увидимся с вами очень скоро, до новых встреч, пока!